Добрый вечер! В прямом эфире на ТНВ субботний выпуск новостей Татарстана в студии Лисан Сабирова и в начале коротко о главных темах выпуска. Если пес попал в лес, но сейчас едят, это им ничего не стоит. Какое место бродячие собаки занимают в пищевой цепи дикой фауны, расскажет Рамиль Шайдолин. Сюрприз через год. Это абсурд. У самого вкладчика забирать свои же его личные средства. Почему вкладчиков, рухнувших в Татфонд и Интехбанк, отпросят вернуть деньги, Лина Зинатольевна? Тветофоры с кнопкой вызова для пешеходов устанавливают в Казани. Необходимо уметь пользоваться кнопками вызова. Правда ли, что на таких переходах чаще сбивают людей? Узнала Алла Рыкова. Опасная вертикаль. Не знаешь, как поведет себе лед, скала, как отколются какие-то мелкие частицы. Как татарстанские вершины покоряли скалолазы со всей России, увидел Сергей Хайдаров. Она знает язык татарского орнамента. Даниловна, примите мои поздравления по случаю вашего знаменательного юбилея. На юбилейной выставке мастера декоративно-прикладного искусства побывала Алина Мусина. Собака стала страшнее волка. В республике участились случаи нападения одичавших собак на лесных животных. Псы собираются в стаи, не боятся ни крупных лосей, ни клыкастых кабанов. Но в отличие от хищников, не умеют убивать профессионально. И рвут еще живую плоть. Как четвероногий друг стал бродячим хищником. И почему теперь в лесах не так безопасно? Об этом Рамиль Шайдулин. Вот прошла одна, вот прошла, вон там прошла. И все идут в овраги. Они что есть? Они кушать ищут. Их зимний рацион это зайцы, косули, кабаны и птицы. Собак, считает егерь, сложно назвать привередами. Когда срабатывает инстинкт, они нападают первыми и есть свою жертву начинают уже до ее смерти. Лося съедят. Это им ничего не стоит. Они же умные. Умнее волка в раз 15-20. Охотники стрелять собак не имеют права по закону. Это прерогатива муниципалитетов. Поэтому им остается только шугать бродяг криками и ревом снегоходов. Но не всех этим спугнешь. Эти собаки делятся на два типа. Первые бродячие, те, что жили с человеком, но оказались в лесу. А вторые, отечавшие, те, кто рождается, именно здесь, вот в таких норах, куда не смеет влезть ни один местный хищник. Чем больше становится собак, тем меньше зайцев, тетеревов, перепелов. Негодуют охотники. Особенно заметно это становится по осени. Людей в лесу поменьше. Еда, как говорится, у них подросла. Мелочь. Плюс собаки, которых нерадивые хозяева выгнали после летнего сезона своих дачных участков, возрастает. Соответственно, это все сказывается. По наблюдениям лесников, домашних собак охотно принимают в дикие стаи. И чем больше их становится, тем меньше шансов уцелеть коренным и беззащитным обитателям леса. Кроме егерей и охотников, бороться с собаками больше и некому. Рамиль Шайдулин, Решат Мухаммедов, ТНВ, Зеленодольский район. Думали, повезло, но беда настигла год спустя. Сотни клиентов Татфонбанка и Интехбанка массово получают судебные иски. Это те, кто спас свои деньги в последний момент. Агентство по страхованию вкладов теперь требует и от клиентов банков вернуть средства, переведенное со счетов позднее 29 ноября 2016 года. Общая сумма несколько миллиардов рублей. На этой неделе стартовали первые судебные слушания. Кто сегодня оказался жертвой банковского краха годичной давности? Лина Зенатулина. Сейчас получается, надо имущество продавать, чтобы обратно вернуть эти деньги банку. В конце декабря 2016 года Зульфия Сайфульна и ее муж сняли со своего счета в Татфонбанке 4 миллиона рублей. В семье шестеро детей решили обзавестить жильем попросторнее. О грядущем банковском крахе ничего не знали. Дом построен, деньги потрачены, а в руках иск об оспаривании сделки. Их получили сотни вкладчиков, которые в последний момент вынесли деньги из, как оказалось, горящего банка. Это обидно. Свои же деньги надо вернуть банку, чтобы выплатили другим кредиторам. Но обидно же это. И несправедливо. Банк не работает уже примерно год. Это срок, после которого АСВ, как правило, начинает штамповать иски. Это стандартная практика при банкротстве банков. Но в Татарстане с ней столкнулись впервые, а потому в измущении вкладчиков нет предела. Это 260 юрлиц и больше 400 физлиц клиентов Татфонбанка. Еще около 300 по Интехбанку. Почему же иски повалили, когда страсти, казалось, уже стихли? Ответ прост. Разбираться агентство по страхованию вкладов начало с сомнительных крупных сделок вкладчиков, которых подозревали в связях с руководством банков. А теперь дошли и до рядовых клиентов. В АСВ не согласились, что завалили иском и в первую очередь физлиц. По их словам, такое впечатление создалось из-за общего увеличения числа судебных споров. Отвечая на наш запрос, агентство пояснило свои действия. Последствия признания сделки недействительной установлены федеральным законом о несостоятельности, банкротстве и гражданским кодексом Российской Федерации. Стороны должны вернуться в положение, существовавшее до совершения признанной недействительной сделки. Таким образом, в рассматриваемом случае кредитор, гражданин, должен вернуть банку полученные денежные средства. При этом обязательства банка перед кредитором восстанавливаются. То есть он на возвращенную сумму становится вновь кредитором по договору банковского вклада. Есть ли у вкладчиков шансы в суде, мы спросили у юристов. Очень необходимо все это решать в правовом поле, рассматривать именно в соответствии с законодательством. Имеются ли какие-то нарушения, как я уже говорил, и по ним уже предъявлять требования в судебном порядке. То есть я считаю, что у граждан есть еще шансы, есть возможности. И если нарушены какие-то определенные права, то они, естественно, могут их выжалить. Оспаривать, бороться, поэтому я и хочу объединиться вместе с вкладчиками. Суд по иску Зульфье Сайфулиной назначен на 1 февраля. Первые подобные слушания стартовали в понедельник в арбитражном суде республики. Их отложили по просьбе ответчиков. Будет ли Фемида внимательна к каждому случаю, мы будем следить за развитием темы. Лена Зинатульна, Ренат Сафин, Данил Филатов, ТНВ «Казань». Глав районов научат племенному делу. Для этого они пройдут специальные курсы по развитию племенного дела. Такое предложение сегодня сделала Рустам Иниханов на субботнем совещании в Доме правительства. Сейчас в республике работает 81 племхозяйство. Продуктивность коров на таких заводах в среднем выше на четверть. Чего не скажешь о Рыбной Слободе, Муслюмова, Менделеевске, Камском Усте, Бугульме, Испаске, а также Черемшане. В этих районах не растет производство молока. Эти вещи, они очень важны. Это эффективность. Вот те же затраты, а отдача совершенно другая. Но этот слайд как раз наш резерв, Рустам Ильдович. Вы не дорабатываете. Согласен. 206 социальных объектов построят в этом году в республике. Об этом сегодня доложили в Доме правительства. В районах возведут 28 сельских клубов, 97 универсальных спортплощадок и 44 фельдшерско-акушерских пункта. Также запланирован капремонт почти в трех десятках объектах здравоохранения, ветеринарии и сельского хозяйства. Строительство и реконструкция соцобъектов на контроле президента России. В своем послании Владимир Путин сказал, что не должно остаться школы и больниц, находящихся в аварийном состоянии. Сегодня свой день рождения отмечает Миттимир Шаймеев. Первому президенту Татарстана исполнился 81 год. Одним из первых его поздравил Рустам Менихан. В своем инстаграме он выставил ролик с отрывками интервью государственного советника республики. Ну как можно, когда у тебя есть такое историческое прошлое, которым нужно гордиться, как это не раскрыть, не показать нынешнему поколению? Ценность в этом лепит через воспитание, через создание условий из каждого из нас человека достойного своего времени. Это возможно. Свой пост Рустам Мениханов сопроводил поздравлением с пожеланиями здоровья, счастья и долгих лет жизни от имени всех татарстанцев. В 2010 году Миттимир Шаймеев оставил должность президента Татарстана и сразу же возглавил фонд возрождения. Он стал вдохновителем и организатором возрождения древнего Болгара и Свиярска. Он инициатор включения этих объектов в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Наш телеканал присоединяется ко всем поздравлениям, которые звучат сегодня в адрес Миттимира Шариповича. Желаем ему долгих лет жизни, в любви, в поддержке и уважении татарстанцев. С наливайками во дворах должны бороться регионы. Депутат Госдумы от Татарстана Александр Сидякин добивается возвращения полномочий субъектам. Напомним, регионов этого права лишили в прошлом году. Теперь это введение Москвы. А те 36 регионов, которые успели принять закон, теперь вынуждены их менять, чтобы соответствовать федеральным. Берегись пешеходов. Уже второй год в республике растет количество наездов на пешеходных переходах. В Казани, чтобы решить эту проблему, на некоторых дорожных участках устанавливают светофоры с пешеходной кнопкой. Жители поделились на два лагеря «за» и «против». В чем виновата техника, узнала Алла Рыкова. На одной из улиц города появились очередные умные светофоры. Они оснащены кнопкой вызова для пешеходов. И позволяют не задерживать транспортный поток, когда нет желающих перейти дорогу. Несколько секунд и пешеходам зеленый свет. Казанцы уже успели оценить новинку. Когда тот был старый, вот тут вечно он не работал, не загорался там вот это «ждите». Там вообще не загорался, иногда ждешь. А этот удобный, хоп, и какое-то время уже смотришь, зеленый загорился. Мне кажется, лучше этот, потому что надежнее. Я сразу вижу, ага, загорелся зеленый. Но есть и такие, кто упорно игнорирует кнопку. Вместо того, чтобы перейти переход на зеленый, дорогу пытаются перебежать или вовсе. Ищут другой опасный путь. Пришел сюда. Не стоять, кнопки иногда заедают, не работают. Поэтому, мне кажется, чтобы они были настроены на режим работы. В зависимости от тех светофоров, а с национальных. Они нажимают, по-моему, кнопку, забывают. Вот я, например, уже несколько раз видела, стоит, например, кто-то и ждет. А потом раз и пошел. За два прошедшего года в Казани на пешеходных переходах произошло 742 ДТП. Из них 15 со смертельным исходом. Необходимо уметь пользоваться кнопками вызова. То есть они приносят нам большой плюс, как и для транспортных средств, которые обеспечивают бесперебойное движение, так и безопасный переход пешеходами. Устанавливать такие светофоры в Казани начали еще в 2010 году. На данный момент их всего 15. Система постоянно обновляется. Так на смену кнопкам старого образца приходят новые, сенсорные. Применять их можно не везде, а только там, где количество пешеходов не превышает 150 человек в час. Если это условие не соблюдать, на дорогах может начаться хаос. Система создавалась специально для того, чтобы уменьшить количество наездов на пешеходов. И со своей задачей она справляется. Алла Рыкова, Александр Вольнов, ТНВ, Казань. Перевозить детей станет проще. Срок согласования перевозок сократили с нескольких недель до пяти дней. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики. Теперь для того, чтобы отправить учеников на экскурсию, в школе не нужно собирать папку бумаг. Достаточно послать нужные документы на электронное согласование. И получить ответ через пять дней. Об упрощении правил перевозок президента малый бизнес попросил на последнем совете по предпринимательству. За последние четыре года количество детских перевозок в Казани сократилось на 40-50%, а в набережных Челнах почти на 95%. Новые меры должны помочь вернуть поток. За бензином, по звездам сориентироваться, где самое качественное топливо и хороших сервий, с водителем скоро могут помочь новые маркировки АЗС. С такой инициативой вышли в Госдуму. Предлагают заправкам, по примеру, отели присваивать звезды. Одну или все пять получить станции может зависеть не только от качества топлива, но и от наличия дополнительных услуг. Как водители восприняли идею, дали в репортаже. Шофер приехал, заправился, и поминай его, как звали. Нужно его твое кино, театр. Не да, потому что у нас никакого сервиса. Чего? Сервис, культурное обслуживание. Телевизор, почтовый ящик, клумба и детская площадка. Как только не предлагала усовершенствовать станцию королевы бензоколонки. Идея сделать заправку настоящим оазисом для водителей звучала еще в далеком 62-м. А сегодня у владельцев АЗС может появиться реальный повод воплотить ее в жизнь. Проект Росстандарта предлагает для маркировки заправок звездную систему совсем как в гостиницах. Таким образом рассчитывают правильно раскрасить игроков рынка. Было бы неплохо, наверное. Так же, как с отелями, наверное, будет проще понять класс заправки, уровень сертификации, уровень отношений, оценки. Главное, чтобы это соответствовало этим звездочкам. Потому что, как и все отели, бывает, далеко не соответствуют звездам. Характеристики топлива – половина звездного дела. Обогнать конкурентов помогут и дополнительные услуги. Туалет, магазин, автосервис, подкачка шины, заправка омывателей. Если на АЗС можно еще и перекусить и выпить кофе, это явно добавит заправки звездности. Такой поток машин обеспечен пятизвездочным заправкам. А вот те, кто останется с одной звездой, рискуют потерять клиентов. В проекте новой системы сертификации подробно расписан алгоритм оценки. Госдума идею уже поддержала. После утверждения национального стандарта, подготовительный период и активное применение на практике. Елена Зинатольевна, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Кошки в ноги и наверх. Сегодня лучшие скалолазы России встретились в Камском устье. Для них здесь впервые залили прибрежную гору для зимнего скалолазания. Мало того, что такое препятствие непредсказуемо, так еще и спортсмены ограничены по времени. Кому покорилась татарстанская вишина, расскажет Сергей Хайдаров. Вот так шаг за шагом скалолазы со всей страны пытаются покорить вершину в Камском устье. Среди них и татарстанцы. Илья Ярославлев приехал из Альметьевска. Скалолазанием занимается три года. Не скрывает, мечтает о серьезных вершинах. Но чтобы их достичь, нужно попотеть. Моя мечта это на Кавказе гора Дангузарун. Я мечтаю на нее залезть. Квалификации недостаточно. Надо больше лазить по горам. Дангузарун сложно. Но легкой спортсменам не показалась и Камская вертикаль. Нужно добраться до вершины, при этом показать лучшее время. Екатерина Султанова занимается скалолазанием всего год. На льду впервые. Соскальцовешь, не держится. Не уплю. Первый раз, потому что не умеешь ничего еще делать. Я думаю, для первого раза надо. Своими силами с такой горой не справишься. В помощь покорителям вершин, в снаряжение, главные в списке, крюки, ледорубы и кошки. Здесь находятся 12 зубчиков. Каждый достаточно длинный, примерно сантиметров по два, который изопричивает сцепление со льдом. Попробуй свои силы на опасной скале. Мне сегодня разрешили даже журналистам. И забравшись сюда, я абсолютно ничем не рискую. Потому что даже если сорвут, меня всегда спасет страховка. Владимир Ушаков сегодня совместил приятное с полезным. Успевает следить за безопасностью и бороться за кубок. И скрывает рисков на трассе много. Вход до того, что не знаешь, как поведет себя лед, скала, как отполятся какие-то частицы, можно все, что угодно повредить, глаз попасть, а также неудачно ногу подвернуть. Такая опасная вертикаль на берегу Каммы появилась впервые. Создали ее искусственно. Для начала скалу хорошо расчистили. После чего мы сделали специальную лейку. И круглосуточно в течение двух недель мы заливали данную краску. Первые соревнования по ледолазанию станут не последними, уверены организаторы. Такая трасса – старт развитию этого спорта в Татарстане. Сергей Хайдаров, Ренат Сафин, ТНВ, Камско-Устинский район. Спортсмены и артисты на одной сцене. Сегодня в Казанской пирамиде абсолютные батыры Сабантуев и артисты татарской эстрады сражаются за почетную статуэтку премии Манзара. В таком необычном формате музыкальная премия проходит впервые. Прямо сейчас там работает наш корреспондент. Здравствуй, Алина. Как под музыку идет борьба. Здравствуй, Алина. Прямо сейчас в пирамиде проходит зажигательное и фееричное музыкально-спортивное шоу нового формата – церемония вручения премии Манзара. Здесь одновременно на борцовском ковре встретились 8 абсолютных батыров Сабантуев России и Татарстана. А на сцене выступают артисты татарской эстрады. В зале царит фееричная атмосфера и колоссальная энергетика. Видно, что артисты серьезно подошли к подготовке премии. Выбрали лучшие наряды, подготовили яркие концертные номера. Как говорят организаторы, премия Манзара соединила в себе весь национальный колорит. Три основных кита любого народа – это язык, это музыка, его обычаи и спорт. Поэтому мы решили объединить спорт и музыку вместе. Название лучшего лауреата музыкальной премии в этом году номинированы такие артисты, как Алина Софиулина, Фарид Низамиев, Чулпан Юсупова и многие-многие другие талантливые звезды. Узнаем у артистов, что для них значит эта премия. Манзара, как сказать, это еще молодая премия, но только набирает обороты. Мне кажется, всем молодым исполнителям, конечно же, стоит поучаствовать в таком премии. Премия дает, ну, во-первых, это подведение итогов в течение года по всей проделанной работе, ну и дает какой-то толчок на будущее для развития, чтобы делать продукты получше, крипы получше. Суперфинал премии продолжится сегодня до 9 вечера. Напомним, по его итогам будут определены лучшие звезды татарской эстрады, а самые сильные и ловкие спортсмены будут награждены чемпионским поясом Манзара. На это у меня все, Лисан. Спасибо, Алина. И к другим темам. Она вернула народу древнее искусство. В Казани открылась выставка Софьи Кузьминых. Посвятили ее 90-летию мастера. Кожаная мозаика, вышука, триптих. Ее работы – участники российских и зарубежных выставок. Они отличаются своей таинственностью. Секреты татарского орнамента раскроет Алина Мусина. Она может дать фору молодым. Танцует, поет и, конечно, пишет. Не на холсте, на ткани и кожей. Еще София Даниловна в совершенстве владеет татарским языком. Она гордится этим и признается. Все таланты от мамы. Как она меня приучала. Ой, что-то я не вижу. Доченька, возьми-ка нитку. Продень нитку в ушку, в иголку. То есть это уже с пяти лет какой-то такой получался навык в работе. Представленные работы – результат кропотливого труда. Полотна, сапоги и сумки с оригинальным орнаментом национальных мотивах. И с яркими вышивками. Все это придает особый колорит выставке. Здесь есть экспонаты из кожи и работы, выполненные специально для спектакля «Голубая шай». Но изюминкой выставки сегодня стал этот настенный ковер. Он сделан самой художницей и ее дочерью. Работа выполнена вручную. В Хазине выставка Софии Кузьминых открыта до 17 февраля. Еще можно успеть познакомиться с культурой татарского орнамента. Алина Мусина, Андерсен Тальцев, ТНВ, Казань. Сейчас время обзора всего самого интересного в интернете за неделю. Яркие события, неожиданные темы и уникальные кадры в нашей традиционной субботней рубрике в сети. Привет! Хайп, хайп, все в погоне за хайпом. И чтобы заработать хайп, нужно сделать что-то новое. А как известно, все новое – это хорошо забытое старое. Так, например, трек «Сатисфэкшн» опять хайпит. Да-да, курсантам, похоже, тоже нравится. Ну или им вообще нечем уже заняться. Сейчас я им найду работу. Золотые слова любого прапорщика. Это видео было снято в поддержку курсантов Ульянского института гражданской авиации, которые начали этот марафон. Ребята, молодцы, конечно, постарались, но за это наказание все-таки будет. Не отчислят уж, но леща я им дам. Ребята, это песец. Не-не, не в том смысле. Вот это песец, который у рыбака настойчиво, как маленький назойливый ребенок, хотел съесть мойву. Вот ты наглый, а! Вот ты наглый! Что ты будешь делать? Как так можно? Ну, нельзя быть таким наглым. Парень, не нагрей так сильно. Но самое забавное, что рыбак пытается всеми различными способами отогнать зверька, но тот не сдается. В итоге зверек растопил сердце рыбака, и тот поделился рыбой. Ну ты кадр, ладно, бери, бери. Молодец, считай, что выкопал. Милота. Вангую, что этот песец станет мемом. Ну а пока окончательно не замерзли, наша постоянная рубрика в сети с президентом. Инстаграм президента на этой неделе выглядит, ну, как будто бы чуть-чуть очень сильно однообразно. Пять площадей свободы. Причем три из них подряд. Парочка кадров с рыбалки. Я надеюсь, это не президент снимал этот ролик с песцом, который хотел украсть моего. Вот ты наглый, а? Вот ты наглый. Что ты будешь делать? Как так можно? А Рустам Миниханов-то летчик у нас. Вот такое фото и подпись. Казахские братья привезли из Байконура фото моего полета на Буране. На этом пока все, а мы идем дальше. Следующее видео пришло из Камчатки. Казалось бы, на первый взгляд, обычное видео, человек просто убирает снег. Но если посмотреть чуть дальше этот ролик, можно увидеть, как мужчина из огромного сугроба пытается откопать свою машину. Жесть! Вот тебе и доброе утро на Камчатке. Это можно ночью уже начать раскапывать, чтобы утром вовремя поехать на работу. Удачи вам, мужики. Держитесь там. Американская семья путешествовала по заповеднику и наткнулась на стадо буйволов. Мама предложила маленькой дочери покормить животных, но потом немного пожалела об этом. Уберите, у тебя нужно пожаловать. Давай, сюда. Дай им письмо. Ты пришел к мне. Дорог. Ты пришел к нам. Нет, нет, ничего страшного не случилось. Просто женщина оказалась очень уж брезгливой. Но эмоции этих людей неподдельны, и поэтому видео получилось очень даже забавно. И напоследок топ тем, которыми больше всего интересовались татарстанцы на этой неделе в Яндексе. Первое место. Уганда Наклз. Кто это? Что это? Думаю, мало кто знает и понимает. Это новый мем, сделанный из героя-злодея из мультика Соник Икс. Не знаю, будет популярен этот мем или нет среди обычных пользователей, но среди геймеров очень даже. Если интересна история происхождения и полное значение угандийского Наклза, то интернет вам в помощь. Также в топе Старый Новый Год. Друзья, ну вот объясните мне, пожалуйста, ну что можно искать в интернете на тему Старого Нового Года? Очень странный вопрос. Ну и Крещение. Интересно, что там было? Как правильно нырять в прорубь или как нырнуть и не заболеть? На этом сегодня все. Пишите, присылайте новости, видео. Короче говоря, будьте в сети. Пока! Впереди прогноз погоды, а я напоминаю, что все репортажи этого выпуска можно увидеть на сайте нашей телекомпании, а также на канале YouTube. До встречи в 21.30. Республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан-2018». Финал 24 января в КРК «Пирамида». Гости конкурса Вячеслав Зайцев и Тимур Родригес. Билеты на сайте кассир.ру. Для аудитории 12+. Распродажа нового года. Скидки на квартиры от 500 тысяч рублей. И даже больше. Звоните прямо сейчас. Осталось несколько дней. Мы держим цены прошлого года. Забирай Датсун в январе с выгодой до 80 тысяч рублей. Автоцентр Марка. 4 пятерки, 3 семерки. На предприятии «Челный Кировец» полностью переверут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты. Предприятие «Челный Кировец». Легендарному трактору «Вторую жизнь». Сыны отдыхают, а выгоды на каникулах работают только до конца января. Бери Ниссан по ценам прошлого года. Звони в автоцентр Марка. 4 пятерки, 3 единицы. Какой выбрать ресторан? Где заказать дешевое такси? Звони на 09 с домашнего телефона или с мобильного набирай 278-33-33. А теперь еще и электронная карта Республики Татарстан по товарам и услугам. На сайте es09.ru Спорткомплекс «Электрон» представляет зрелищные мотогонки на льду. Зима в разгаре. Город Вятские поляны. Приглашаем всех! Белка распродает все. Только сейчас норка от 40 тысяч. Амутон от 9 тысяч рублей. У вас будет шуба! Белка. Татарстан 7. Выгодами в январе. Преимущество на покупку нового «Ниссан» до 400 тысяч рублей. 100 литров бензина и регистрация в ГИБДД в подарок. Звоните 230-30-30. «Ниссан Канавто». Весь январь. Сезон выгодных цен и сладких подарков в аквапарке «Ривьера». Блефаропластика 13 тысяч рублей. Одно веко. Клиника «Кузлярь». Он вошел в сотню лучших российских здравниц. Снискал любовь и признание отдыхающих со всей России. А в особенностях оздоровительного туризма в санатории «Шифалы-Су» и «Жминводы». В прямом эфире программа «Прямая связь». 22 января в 18 часов на ТНВ. Данил Мастер дарит своим клиентам 20% дополнительной скидки на изготовление. Кухня или шкафа-купе. Данил Мастер, Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. В воскресенье в республике ожидается умеренно морозная погода. Будет идти снег. По данным сервиса «Яндекс.Погода» на юго-востоке Татарстана будет облачно. Пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит до 10 градусов мороза. На северо-востоке Татарстана облачно. Временами со снегом и до 10 градусов ниже нуля. На севере республики пасмурно, снежно и до минус 12 градусов. На северо-западе временами ожидается снег. Температура воздуха там составит минус 9 градусов. На юго-западе республики облачно, снег и минус 8 градусов. В центре Татарстана тоже пройдет снег. Температура воздуха составит минус 9 градусов. В последующие сутки по-прежнему ожидаются осадки и повышение температур. В Казани будет пасмурно. Тоже ожидается снег и до 8 градусов мороза. Ветер юго-восточный и порывистый. Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 88%. Ожидается магнитная буря. Берегите свое здоровье. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Поглушина. До свидания.